Здравствуйте, друзья! Хорошие новости! Альткоин сезон еще даже не начинался. Если ты хочешь сделать деньги на этом рынке, особенно на альткоинах, смотри и слушай это видео внимательно. Сегодня я расскажу о причинах, по которым считаю, что альткоины готовы к новому рывку. И это будет колоссальный рывок. Также я дам инструкцию, как к этому подготовиться, как инвестор и как трейдер. Я хочу, чтобы ты взял кофе, вкусняшки, достал битко... достал блокнот, чтобы конспектировать все, о чем пойдет речь. И если это видео будет для тебя полезным, не забудь поставить лайк после просмотра. Для начала давай посмотрим на эту схему, которую многие называют путем к альткоин сезону. Она описывает то, как ведет себя поток денег в криптовалюте. Деньги поступают в криптовалютный рынок в первую очередь через биткоин. Затем перетекают в эфириум, что приводит к истощению роста биткоина. Зато эфириум начинает его превосходить. После этого деньги текут из эфира в крупнокалиберные альткоины, а затем уже в мелкие криптовалюты. Это описание общего движения рынка, но это только половина истории. Причина, по которой я показываю это, заключается в том, что любой человек на основе этого сможет самостоятельно понять, в какой фазе находится рыночный капитал. Мы видим, что биткоин набирает обороты. Он касался 50 тысяч долларов и за неделю вырос на 15%. Однако альткоины при этом не особо выросли в процентном соотношении точно так же, как и эфириум. Вчера мы говорили о том, что эфир готов повторить недавнее движение биткоина, а значит мы находимся где-то у завершения первой фазы миграции капитала. Но кроме эфириума, я думаю, что и другие альткоины готовы к буму. Масштабный альткоин сезон уже на горизонте. Посмотри на этот график. Бирюзовым цветом выделено доминирование альткоинов без учета топ-10 крупнейших криптовалют на рынке, включая биткоин и эфириум. Иными словами, этот график не учитывает все криптовалюты от биткоина до чейнлинка, который недавно вошел в топ-10, сместив с этого места доги коин. Интересно, что все остальные альткоины без учета топ-10 занимают около 13% рынка, а значит топ-10 крупнейших криптовалют контролируют 87%. Ты можешь подумать, что все криптовалюты кроме 10 контролируют очень мало пространства и поэтому это очень плохо. Но не спеши заблуждаться. Наоборот, когда все альткоины без учета биткоина и топ-9 альткоинов контролируют такую небольшую долю рынка, это наоборот большая возможность для нас. Потому что когда они контролируют огромную часть рынка, это значит, что они находятся уже на пике. Поэтому именно этот момент прячет за собой самые большие иксы. Добавим сюда красный график. Это глобальная рыночная капитализация всех криптовалют. Теперь мы наблюдаем сравнение рыночной капитализации всех криптовалют кроме биткоина и 9 крупнейших альткоинов и глобальной капитализации всех криптовалют. Возможно, ты уже сам заметил интересный момент, но давай я укажу на него. Во-первых, синие линии здесь это своеобразный тренд, в котором сейчас находится рыночная капитализация альткоинов без топ-10 крупнейших. И мы видим, что мы находимся прямо на нижней границе этого канала, где по сути находится поддержка. И я верю, что нас будет отскок от нее, пусть даже на краткосрочной дистанции мы и можем провалиться ниже, показав ложный пробой этого уровня. Когда мы снова сопоставляем этот график с глобальной рыночной капитализацией, то мы замечаем расхождение. Рыночная капитализация всех альткоинов без топ-10 падает, а глобальная рыночная капитализация растет. Каждый раз, когда мы видели это в прошлом, каждый раз, абсолютно каждый, когда эти графики расходятся, они в конце концов начинают сближение. Иными словами, растут все альткоины без учета топ-10 крупнейших криптовалют. Но вот дальше еще интереснее. После того, как их сближение заканчивается пересечением, они начинают расходиться уже в противоположные стороны. То есть красный график падает, а бирюзовый растет. Разве это не взрывает мозг? Получается, что вся рыночная капитализация альткоинов без учета топ-10 криптовалют начинает расти еще больше. Посмотри, каждый раз, когда они пересекаются, это приводит к очень большому инверсивному расхождению графиков. Этому есть множество примеров. Здесь, здесь и так далее. Но что это значит простыми словами? Это означает, что в этот момент пересечения начинается массивный альткоин сезон. Ведь когда начинает расти рыночная капитализация всех криптовалют, кроме 10 крупнейших, это означает, что в них льется огромное количество денег. Вернемся к этому расхождению вот здесь. Для меня кажется очевидным, что эти два графика начнут сближение. И где-то в апреле 2024 они должны сблизиться, пересечься и разойтись в противоположные стороны. Кстати, в прошлом цикле этого не было из-за того, что коронавирус спровоцировал масштабный крах рынка и тем самым исказил привычную ситуацию. Я думаю, что если бы не коронавирусная пандемия, то возможно все повторилось бы и в том цикле. В день халвинга 11 мая 2020 года, тем не менее, со второго раза они сумели пересечься и разойтись в противоположные стороны, тем самым вызвав масштабный альткоин сезон. Да, прошлый цикл был немного искажен пандемией, но в целом идея была та же. Однако я понимаю, что иногда данные немного субъективны и мы оцениваем их в зависимости от того, как мы на них смотрим. И я смотрю по-своему. В последний раз мы видели сближение, пересечение и расхождение в этот короткий промежуток, где-то между августом и октябрем прошлого года, около двух месяцев. Учитывая, что сейчас февраль, похоже, что следующее пересечение может случиться как раз-таки во время или около следующего биткоин-халвинга в апреле. И это будет иметь смысл, так как традиционно во время халвинга цена биткоина и крупных альткоинов немного просаживается, как мы видели в прошлом видео. Зато начинают расти мелкие криптовалюты с маленькой капитализацией. Именно об этом говорит эта диаграмма, которую мы рассматриваем сейчас. Мы видели пример на историческом графике вот здесь. Учитывая эту информацию, уже сегодня нужно искать маленькие альткоины, которые еще не прорывались, и накапливать их наперед, чтобы потом просто-напросто продавать их на большом росте. Ведь когда этот рост случится, покупать будет уже поздно. И я занимаюсь этим в рамках экспериментального портфеля, в том числе, где мы на 2000 долларов накапливаем небольшие альткоины с целью их приумножить. Выбирать нужно из тех криптовалют, которые не входят в топ-10 крупнейших на CoinMarketCap. Этот график показывает месячный доход майнеров. Бирюзовым цветом обозначено количество биткоинов, которые они майнят в месяц. И мы можем видеть, как периодически количество этих биткоинов резко падает вдвое, так как вознаграждение за блок сокращается вдвое. То есть падение этого графика обозначает очередной биткоин-халвинг. Но самое главное здесь это оранжевый график, это миллионы долларов дохода майнеров. И после каждого халвинга, наступление которого здесь видно на сокращении количества добываемых монет биткоина, доходы майнеров падают. Итого халвинг равно сокращение доходов майнеров. Каждый раз, каждый халвинг. Но в целом на большой картине доходы майнеров все равно растут от цикла к циклу. И тренд явно растущий. Это говорит о том, что даже майнеры на длинной дистанции стараются накапливать, а не продавать биткоины. Но что действительно привлекло мое внимание и заставило меня почесать свою голову, так это тот факт, что каждый халвинг сопровождается странным и резким падением доходов майнеров. Причем падение доходов начинается приблизительно за месяц до халвинга. Скажем, халвинг будет 1 января, а значит уже 1 декабря доходность майнеров упадет. И так происходит каждый цикл. И вот что меня поразило больше всего. Тот факт, что сейчас до халвинга остается 2 с хвостика месяца, а мы уже видим падение доходов майнеров. Это странно, потому что исторически мы должны были увидеть это только через месяц. И хотя их доходы даже выше, чем в подобное время в прошлом цикле, это все равно вызывает небольшое беспокойство. Поскольку на самом деле мы можем столкнуться с настоящей капитуляцией майнеров на этот раз. Если падение доходности продолжится вплоть до самого халвинга. То есть наш халвинг может внезапно привести к массовой распродаже майнерами, которые из-за падения доходов будут вынуждены продавать свои запасы биткоинов, чтобы оставаться на плаву. Итого в апреле-майе, во время халвинга или спустя месяц после халвинга, мы можем увидеть капитуляцию майнеров. Так что держи это в уме. И помню, ничто из этого не гарантировано. Достаточно одной статьи, как бычьей, так и медвежьей, чтобы повлиять на рынок. Яркий пример. Например, недавно CoinTelegraph опубликовал ложные новости про одобрение спотовых биткоин ETF. И это фактически стартовало этот мощный взлет цены биткоина в октябре. И с тех пор мы больше не видели этих минимумов цены. Так что знаю, что они могут буквально сфабриковать фактическое падение на халвинге, используя, например, капитуляцию майнеров. Пару новостей об этом могут раскачать лодку. Ведь сейчас в этом пространстве работают крупные финансовые организации, которые заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше биткоинов. Но перед этим нужно хотя бы еще один раз обвалить цену. Обрати внимание, интерес розницы к крипто и биткоину совсем не вырос, даже на фоне роста биткоина до 50 тысяч долларов. Финансовым институтам, которые уже накопили более 200 тысяч биткоинов через потовые биткоины ETF, будет выгодно еще раз обвалить цену, чтобы купить еще больше монет, а затем спровоцировать отчаянную волну жадности среди розничных инвесторов, чтобы продать им на отметках около окончательного пика этого цикла. Забавно получается, люди отдают монеты подешевле, чтобы затем купить их подороже, а после продать подешевле и повторить все заново. Обрати внимание на этот график, это 4-летняя средняя скользящая. Каждый цикл в основном в самый разгар медвежьего рынка мы касаемся этой линии дважды. Раз-два в 2015, раз-два в этом цикле. И на прошлом медвежьем рынке мы тоже опускались к этой скользящей даже ниже. И это довольно интересно, потому что мы не падали под нее и не задерживались так надолго в двух предыдущих циклах. Поэтому, если ты хочешь использовать медвежий рынок по максимуму, используй этот график. Кроме того, если они организуют крах цены биткоина сегодня, о котором постоянно все говорят и который все ждут, скорее всего максимальное падение, которое возможно, это как раз таки до этой линии. А это около 29 тысяч долларов. Это коррекция на 40%. Однако некоторые довольно популярные аналитики, например, Бен Коэн, говорит, что биткоин может сходить и на 9 тысяч долларов, и на 11 тысяч долларов. Я убежден, что такой крах невозможен. Даже не знаю, что должно произойти для этого. Какое-то планетарное событие. Возможно, масштабная кибератака. Обрати внимание на этот график биткоина, который называется Rainbow Chart. Он шокировал меня тем, что мы до сих пор находимся в синем диапазоне. Это диапазон накопления, представляешь? Поэтому, хотя и может показаться, что все эти альткоины сейчас выросли выше тех уровней, что были еще 3 месяца назад, я хочу сказать следующее. Сейчас мы находимся на тех уровнях, которые в конце 24 или 25 будут новым дном для альткоинов. Итак, давай вкратце разберемся, как из всего этого можно извлечь выгоду. Это скриншот, взятый из Коингека. Это 15 лучших секторов криптовалюты, которые показали наилучшие результаты, по крайней мере, в 2023 году из 139 отраслей. Вместе эти 15 нарративов занимают около 73% интереса инвесторов. Оставшиеся 27% распределены между остальными 124 нарративами. Самый большой спрос на искусственный интеллект и геймфай. Они идут почти вровень. Чтобы получить большую прибыль, нужно просто-напросто определять индустрии, которые выиграют больше всего от грядущего альткоин сезона. Итак, первая часть моей стратегии – это руководство по оттечению капитала. Вторая часть – это определение горячего нарратива, потому что именно туда будут поступать деньги изначально, прежде чем уже твой токен взорвется. Вот как можно извлечь выгоду как трейдер. И, кстати, это не финансовый совет. Итак, сейчас кажется тот самый момент, когда можно открывать краткосрочные позиции по альткоинам, которые находятся ниже 10-й позиции на CoinMarketCap. Простыми словами я говорю про все альткоины, которые находятся ниже доги коина. Можно выбирать все монеты с рыночной капитализации до 200 миллионов долларов. А особенно те монеты, которые все еще находятся в фазе накопления. И самое главное, они входят в список горячих секторов криптовалюты. Искусственный интеллект, GameFi, Мемкоины, экосистема Соланы, Эфириума и Аваланча, Депин, NFT, токенизация реальных активов и т.д. Для закрепления накапливаем монеты, которые не входят в топ-10, имеют рыночную капитализацию до 200 миллионов долларов, еще не вышли из фазы накопления и принадлежат горячим секторам, которых насчитывается 15 штук. Это мы называем краткосрочным малым портфелем. В нем будут монеты, которые мы будем покупать и продавать на протяжении 12 месяцев, не более. Это спекулятивные монеты, новые монеты, реинвестиции и прочее. Нужно учитывать, что прибыли с такого портфеля будут облагаться полным налогом на прирост капитала. Пытаться купить старые монеты, которые уже повзлетали, это не наш метод на данный момент. Наоборот, мы ищем те альткоины, которые находятся в отличных отраслях, качественных проектах, чья цена еще не сильно двигалась. Так делаю я. И я знаю, что в грядущем альткоин-сезоне это принесет мне токены на миллионы долларов. Что касается долгосрочных инвестиций. Как ты уже успел понять, мы находимся гораздо ближе к одну циклу, чем к его пику. Это видно здесь на рейнбоу-чарте. И хотя сейчас, возможно, не самая лучшая цена для многих альткоинов, но подумай о том, чтобы впоследствии накопить долгосрочный большой портфель альткоинов до июня-июля 2024. И накопить их можно как раз-таки за счет прибыли от краткосрочного малого портфеля, в котором мы накапливаем мелкие альткоины в преддверии альткоин-сезона. Кстати, совершенно забыл. Обязательно фиксируй все прибыли и не будь жадным, иначе рискуешь остаться с кучей рухнувших монеток. Долгосрочный большой портфель – это те монеты, что ты будешь держать в течение 12 месяцев или больше, чтобы избежать налога на прирост капитала. Что может быть в большом долгосрочном портфеле? Это основные монеты, основные альткоины, самые рентабельные и надежные проекты, самые крупные твои инвестиции. Налог на прирост капитала же можно сократить вдвое, если ты продашь свой портфель спустя 12 месяцев. Достаточно сделать это даже спустя один день по истечению этих 12 месяцев. Такой вот лайфхак. По сути, таким образом ты сохраняешь 50% дохода от налогообложения. Конечно же, в разных странах налоговые законы разные, поэтому я не могу обозреть сразу 200 стран. Полагаю, это дело уже за тобой. Теперь самое важное – это соотношение риска и вознаграждения. Если ты покупаешь сейчас криптовалюту, биткоин, эфириум или, например, что-то из топ-10 или даже топ-200, скорее всего, ты еще успеешь заработать, так как нам есть еще куда расти. Но нужно не забывать держать немного кэша, чтобы покупать на крахе альткоины со скидкой в 20-50%. Я ожидаю, что топ-2 криптовалюты могут сделать максимум до 5 иксов от дна медвежьего рынка. То есть биткоин достигал 16 тысяч долларов, значит на пике может достичь, например, 80 тысяч. Эфириум достигал 990 долларов на дне, значит на пике он может достичь 4950 долларов. Топ-3-10 альткоинов имеют шансы сделать 10 иксов от дна, топ-11-61 монет имеют потенциал на 20 иксов, топ-200 монет минимум на 30 иксов. Теперь ты попросишь примеры альткоинов для краткосрочного малого портфеля, который мы собираем в преддверии альткоин сезона. А я дам тебе кое-что получше. Инструкцию под названием «Мой план выхода из Соланы». Ее можно использовать как способ найти такой альткоин и точку входа в него. Я оставлю эту схему у себя в новостном телеграме, ссылка в описании, это абсолютно бесплатно. Да, это просто пример на Солане, но это шаблон для других альткоинов. Поверь, пройдя все эти шаги подряд, ты точно сможешь искать бриллианты, такие как Солану, на грядущий альткоин сезон. И я знаю, другие люди берут за это деньги, и это вполне резонно, каждый хочет окупать свои труды, но мне это незачем. Я просто пытаюсь изо всех сил предоставить как можно больше пользы. Поэтому я буду просто рад лайку под этим видео в качестве благодарности, и мне больше ничего не нужно. И напоследок я хочу сказать, всегда думай своей головой, не полагайся на слова какого-то парня в интернете, будь то я, который верит, что нам есть еще куда расти, или Бен Коин, который говорит о 9 тысячах долларах за биткоин в этом году. Оценивай свои риски, и никогда не вкладывай сюда больше денег, чем ты можешь себе позволить потерять. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok